Девушки отдыхают Одноклубников, можно сказать, с К19-46 Поэтому настроение было хорошее Но хоккей пока в первом периоде был не очень интересный А все потому, что не забрасывали шайбы Хотя моменты были, но вратарей были просто очень надежные Герасимек у Варягов, Юршов у команды Тайфун Причем Юршов, видимо, тут у него друзья были на стадионе Он в прошлом сезоне играл за молодежную хоккейную команду Динамо Ну, так или иначе, в первом периоде счет не удалось открыть ни одной из команд Хотя, да, там были штанги, были моменты По моментам все-таки немножко Тайфун превосходил сегодня хозяев площадки Вот так, видите, с таких позиций бросали И второй период тоже, в принципе, половина матча даже вообще не могли никто забросить шайбу Но нужно отметить, что второй период очень активно провели хоккеисты Тайфуна По броскам после двух периодов 30-10 То есть три раза превзошли соперника хоккеисты из Приморья Ну и, наверное, справедливости ради нужно отметить, что вот эту шайбу в большинстве Единственную свою шайбу в большинстве забросили хоккеисты Тайфуна Играя в большинстве, оставалось 4 секунды до окончания второго периода И Абдулаев, который, кстати, тоже наш земляк, уроженец Санкт-Петербурга Вот он смог эту шайбу забросить Да, вот там, видите, в сутолоке у ворот Хотя там здорово, конечно, все сделал Овечкин Но это не Александр Овечкин и даже не его брат Это однофамилец Овечкин все вот этот момент создал А Абдулаев забросил единственную шайбу во втором периоде Тут же практически прозвучала сирена И решиться должна была, решиться исход встречи должен был в третьем периоде Тут уже активнее стали варяги Они намного повысили свою активность Сразу появились моменты И сразу же Ершов, ротарь Тайфуна, ну, просто начал активно работать Он же практически замерз во втором периоде Ну и, как следствие, появились заброшенные шайбы Вот неплохая комбинация Да, совсем можно было бы красиво сыграть Хремкин сначала под щитки хотел подпустить Но Ершов на этот финт не поддался И тогда Хремкин уже повторным броском забрасывает шайбу И счет становится 1-1 У него соавторы соперников и Кузьмин Ну и практически сразу же счет стал 2-1 Тоже там такое активное давление было на ворота Тайфуна Серия бросков И на добивании оказался удачлив Степан Анисимов Который, в общем-то, защитник Ну вот, который нашел, нашел момент подключиться И вот так он забросил вторую шайбу Счет 2-1 Очень напряженный матч Понятно, что Тайфун не собирался сдаваться Естественно, заменил на последних секундах Своего вратаря Ершова на 6-го полевого игрока И здесь произошел очень интересный случай Он не так часто встречается в хоккей Вот момент был хороший Очень у Тайфуна Смотрите, выход 1-1 с пустыми воротами Нарушает правила хоккеиста Тайфуна Романов мог пустые ворота забросить Но ему это не позволили В таких случаях по правилам хоккейным Не назначается штрафной бросок А просто засчитывается заброшенная шайба 3-1 по деду одержали варяги Но интересно посмотреть, что будет на следующий день Когда команды проведут повторный матч Субтитры создавал DimaTorzok